Сура 44. Дым. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Мим. Я, Аллах, клянусь ясной выражениями и смыслом книгой, Кораном. Поистине, мы не спослали его, начали не спосылать Коран, в ночь благословенную, в месяце Рамадан, в ночь предопределения, в которой очень много блага. Поистине, мы увещеваем людей, сообщая им, в чём для них польза и в чём вред, посылая к ним посланников и не спосылая им книги. В течение неё, в эту ночь, разделяется, отдаётся из хранимой скрижали ангелам каждое мудрое повеление о сроках жизни, уделе и другом на целый год. И оно не будет меняться. По повелению от нас, все будущие события произойдут по предопределению, дозволению и знанию Аллаха. Поистине, мы являемся посылающими пророков и посланников к людям, по милосердию от Господа твоего, о Посланник. Ведь поистине, Он – Аллах, Всеслышащий, Всезнающий, Господа и Небес, и Земли, и всего того, что между ними. Если вы убеждены в этом, то знайте, что только Создатель всего сущего является истинным Богом. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Он – Аллах, оживляет свои творения и умертвляет их. Он – ваш Господь и Господь ваших прежних отцов, предков. Нет, они, эти многобожники, пребывают в сомнении относительно истины, забавляясь, не подтверждая её. О Посланник, так жди же с этими многобожниками того дня, когда небо принесёт очевидный дым, который покроет людей, и будет сказано «Это мучительное наказание». Это один из признаков судного дня. И скажут люди «Господь наш, отврати от нас наказание, если ты сделаешь это, то мы уверуем в тебя». Как же для них будет увещание, напоминание, после пришедшего к ним наказания, когда уже приходил к ним разъясняющий Посланник Мухаммад? Затем они отвернулись от него, пророка Мухаммада, и сказали «Подученный человеком или шайтаном, одержимый бесами, а не Посланник Аллаха. Поистине, когда мы отвращаем от вас наказание на немного, вы после этого опять возвращаетесь к неверию. В тот день, когда мы схватим величайшей схваткой всех неверующих, им будет дано полное наказание, и это будет в судный день, ведь поистине мы отомстим». И прежде уже мы испытали до них, до этих многобожников, народ фараона, когда к ним пришёл почтенный Посланник, пророк Муса. «Если эти курайшиты не уверуют, то мы их также погубим, как погубили народ фараона». И сказал им Муса «Отдайте мне рабов Аллаха из числа потомков Израила, позвольте им уйти со мной, чтобы они поклонялись только одному Аллаху. Поистине, я к вам верный, надёжный Посланник». «И не превозноситесь пред Аллахом, не будьте высокомерными по отношению к знаменям Аллаха и повиновению Ему. Ведь поистине, я, пророк Муса, пришёл к вам с явным доказательством того, что я послан Аллахом, с чудесами от Аллаха. «И поистине, я обратился за защитой к Господу моему и Господу вашему, чтобы вы не забили меня камнями. А если вы не поверите мне, не признаете истинность того, с чем я пришёл к вам, то отделитесь от меня, освободите мне путь, и пусть наши отношения останутся такими, как есть, пока Аллах сам не решит между нами». И затем, после того, как фараон и его приспешники не признали Мусу Посланником Аллаха, он, Муса, обратился с мольбой к Господу своему. «Эти являются взбунтовавшимися против Аллаха людьми, неверующими». И Аллах сказал, «Выйди же ночью, о Муса, с моими рабами, которые признали тебя Посланником Аллаха и последовали за тобой, и поистине за вами будут гнаться фараон и его войско. И оставь море в покое. Поистине, они, фараон и его войско, окажутся войском потопленным». Сколько они, фараон и его приспешники, оставили после себя садов и источников, и посевов, и мест почётных, красивых жилищ, и блаженства, в котором они наслаждались. Вот так наказывает Аллах тех, кто проявляет неверие в Аллаха и не благодарит его за дарованное им благо. «И даровали мы это, эти блага, после фараона и его приспешников в наследие другим людям, потомкам Исраила. И не оплакивало их, фараона и его приспешников, ни небо, ни земля, и им не была дана отсрочка в наказании. И мы спасли потомков Исраила от унизительного наказания, которое исходило от фараона, когда убивались их сыны и порабощались женщины. Ведь поистине он, фараон, был высокомерным тираном, и также был он из числа излешествующих в неверии и зле. И уже мы избрали их, потомков Исраила, по нашему знанию над мирами, другими народами, которые жили в их время. «И мы дали им, потомкам Исраила, через пророка Мусу, такие из знамений, в которых было явное испытание для них, спасение от их врагов, устроили над ними облака в жаркой Синайской пустыне, низвели им манну и перепелов, вывели из камней источники воды и помогли им против врагов». Поистине, вот эти многобожники из числа арабов, конечно же, говорят, «Есть только это, первая наша смерть, и мы не будем воскрешены для расчёта и воздаяния. Приведите же, о Мухаммад, и те, кто вместе с тобой – отцов наших, предков, если вы говорите правду, что Аллах оживит тех, кто в могилах». Неужели они, эти многобожники, лучше, чтобы нам не наказать их, нежели народ Тубба и те общины неверующих, которые были раньше них? Их, прежние общины, мы погубили, послав на них наказание, ведь поистине они были бунтарями, неверующими. И мы не создали небеса и землю и то, что между ними, забавляясь, просто так. Мы создали их небеса и землю и всё, что в них, поистине, в совершенном виде, по своей мудрости и с определённой целью. Но большинство из них, многобожников, не знают этого и не думают об этом, так как они не надеются на вознаграждение от Аллаха и не боятся его наказания. Поистине, день разделения, день суда, когда будет решено между всеми рабами Аллаха по справедливости, срок их всех. В тот день не будет никаких связей между людьми, когда друг не избавит своего друга ненасколько от наказания Аллаха и не будет оказана им помощи, человеку помогут только его дела, кроме тех, кого помилует Аллах, кроме верующих, и за них будут заступаться лишь после позволения Аллаха на это. Ведь поистине, он величественный в своей месте своим врагам, милосердный к своим сторонникам и тем, кто повиновался ему. Поистине, дерево закум, которое растет со дна ада, является пищей для самого грешного, для неверующих и многобожников. Подобно расплавленному металлу, будет кипеть оно в животах многобожников, как кипит кипяток. И будет сказано ангелам, возьмите его, каждого неверующего и многобожника, и волоките его в середину гиены, ада, потом лейте ему на голову наказание кипятком. И будет сказано неверующему, вкушай это наказание, ведь поистине ты был величавым среди людей, уважаемым. Поистине, это, наказание в день суда, то, в чем вы сомневались, в вашей земной жизни. Поистине, остерегавшиеся наказания Аллаха, исполнявшие его повеления и остерегавшиеся того, что он запретил, окажутся вместе безопасным, свободным от бед, печали и всего плохого. В райских садах и среди источников будут они там облачены в атлас и парчу, и будут восседать они друг против друга. Так, как мы введем их в рай, так же мы сочетаем их супружеством с черноокими, большеглазыми девами, райскими гурьями. Будут просить они там всякие райские плоды, не опасаясь того, что они могут лишиться этих благ. Не вкусят они, обитатели рая, там, в раю, смерти, кроме первой смерти, той, которая была в земной жизни. И избавил он, Аллах, их от наказания гиены, ада, по щедрости от Господа твоего. Это и есть великий успех. И мы же облегчили его, Коран, на твоем, о посланник, родном языке, чтобы они внимали увещанием, получали пользу от этого. Жди же, о посланник, прихода помощи против многобожников, которую мы обещали тебе, и того наказания, которое падет на них, ведь поистине, и они, многобожники, ждут твоей смерти и поражения, и они узнают, кому будет дана победа, и чье слово будет высшим в этом мире и в вечной жизни.